Друзья, всем привет, с вами Яков. В сегодняшнем видео мы с вами разберем колдуна. И этот колдун, который я хочу представить вашему вниманию, вполне может прийти на замененную колдуну, который использует злую курицу. Но это что касается непосредственно нефалемских и великих порталов. Что касается режима приключений, то с курицей он конкурировать я думаю не сможет, потому что геймплей завязан на мече ингиом. Урон он будет наносить с помощью двух умений, это призрачный шквал, используя клинок бородобрей, а также благодаря умению громадень, который будет получать баф от сета призрак зонимасы, ну а также пальцы низкорослого человека. Ну что ж, давайте перейдем к рассмотрению билда и экипировки. Также для простоты использования данного гайда, если вы вдруг будете смотреть в следующий раз, то отныне в прессе навигация по гайду будет немножко изменена. То есть теперь кнопки экипировки, билд, нароливания, а также геймплей работать не будут. Но таймкод на каждый момент будет присутствовать и в комментарии под видео, а также в его описании. И если вы его будете смотреть повторно, то просто нажмите на таймкод определенного момента и устраивайтесь поудобнее для просмотра. Ну а мы приступаем, поехали! Что касается экипировки, то на себя мы одеваем 5 предметов из 6 из сета призрак зонимасы. Он набудет бафа защиту благодаря фетишам, а также благодаря нему мы будем наносить больше урона с помощью громадня. Также будем использовать 2 предмета из сета адского зуба для того, чтобы поднять свой урона на 20%. Пойзь запредельности будет позволять нам вызывать фетиши, тем самым бафы нашу стойкость. Нарчевозмездие будет помогать призывать пак, когда мы будем активировать пилон. Амулет адского пламени нужен, чтобы получить 5-ю пассивку. Благодаря оберегу взгляд смерти, наше умение призрачный шквал будет бафать саму себя. И в итоге этот баф поднимается на 150%. Пальсень скоростного человека поднимет урон от нашего громадня. Но благодаря клинку Бородобрея мы как раз и будем наносить наш основной урон благодаря призрачному шквалу. В кубе у нас находится кольцо корольской роскоши, чтобы запустить все 3 бонуса от сета зонимасы. Маска ярма, чтобы наши питомцы наносили больше урона. Ну и геом для того, чтобы наши умения гораздо быстрее откатывались. В частности, поступь духа, чтобы быстрее перемещаться, и фир, чтобы встанить противников. Что касается нароливания в предметах, то мы должны поднять свой урон с помощью двух умений. Это громадень, а также призрачный шквал. Урон в громадне мы нароливаем в наших плечах, а также в нашей броне. А урон на шквала мы нароливаем в нашей маске, в наших ботинках, а также в обереге. Ну конечно же, если у вас такая получается возможность. Также мы должны поднять урон от нашей стихии. Нас интересуют стихии холода, и холод мы должны наролить в наших предметах, таких как амулет, а также наручи. Также неплохо было бы поднять показатель кдр, а вот у меня он составляет 32%, грубо говоря. В принципе, такого показателя более чем хватит. Ну а из самосветов мы используем проклятие пораженных, проклятие плененных, а также головорез. Итак, предмет мы все разобрали, теперь давайте перейдем к нашим умениям, и начнем как всегда с пассивочек. Беспокойный дух будет нам восполнять нашу ману, когда мы будем использовать шквал, поступь духа, а также ужас. Несправедливая смерть будет быстрее откатывать наше умение. Ретянная преданность будет помогать нам быстрее перемещаться по карте. А ритуал доверия будет увеличивать наш урон. Также я использую амулет отского пламени, а это значит, что у меня появляется дополнительная пятая пассивка. И там у меня используется полуночный пир, для того, чтобы мой громадель наносил больше урона. Теперь давайте разберем наши активные умения, и первое это пираньки с руны пираньяда. Это умение будет стягивать противников в одну точку, а также бафать нам урон. Поступ духа с руны передаления будет нам позволять очень быстро перемещаться по карте. Уже с руны пугающий вид будет контролировать противников в короткий промежуток времени. Псы зомби будут поглощать урон. А основной урон мы будем наносить с помощью двух умений. Это призрочный шквал с руны мониту, а также громадель с руны здоровяк. Это в принципе все, что касается билда, а теперь давайте разберем наш геймплей. Итак, наш колдун. Как я уже говорил в начале видео, я его акцентирую на фастранные забеги. То есть для фарм ключей для великих порталов уровень сложности Т11, Т13. Ну и при этом сами непосредственно великие порталы, там допустим уровни 60-65. Ну а также забеги для апа маленьких самоцветов, там допустим великие порталы, ну я не знаю, ну сам особо ниже уровня, там 20-30-40-х. Ну не столь важно. В общем, для фастранов. Поэтому, как вы обратили внимание, все, что касается билда, заточено, чтобы наши умения, как можно быстрее откатывались, в частности поступь духа, а также на максимизацию урона. Что от одного умения, как призрочный шквал, что от второго умения, как громадель. Но защиту мы будем получать следующим образом. То есть когда мы воздвигнем 15 наших питомцев, этих фетишей, мы будем получать на 45% меньше урона. Поэтому как только мы появляемся на карте, нам надо этих фетишей быстро наспамить. То есть мы видим на карте какую-то безопасную толпу. К этим противникам подбегаем и начинаем по ним спамить призрочным шквалом. Там они скорее ваншотнутся, но в принципе, если она большая была толпа, то вы сможете набить спокойненько 15 фетишей. А дальше их на 15 единицах поддерживать элементарно. То есть наш шквал будет наносить урон постоянно, и они постоянно будут воскресать. Далее, когда мы будем использовать умения ужас, мы тоже будем поднимать свою броню на 50%. И баф будет действовать в течение 8 секунд. А так как у нас имеется пассивочка Несправедливая Смерть, это значит, что наши умения будут откатываться быстрее. Но с учетом того, что рядом с нами, конечно же, будут дохнуть противники, то этот баф, можно сказать, будет перманентным. То есть нам не обязательно зафирить какого-то противника, нам главное это умение запустить. И сразу баф запустится. Ну и само собой, сам непосредственно фир тоже будет нам помогать. То есть как только мы запускаем ужас, в течение 3 секунд противник попросту нас не атакует. А за это время мы его должны уже по идее ваншотнуть. Но с моим уровнем парагона на уровне Т-13 это все делается элементарно. Также могут быстренько убивать игроки с парагоном, начиная уже с тысячным. Ну а до тысячного парагона, в принципе, можно бегать элементарно на уровне Т-11, Т-12, допустим. Там тоже падают те же два ключа для великого портала. В принципе, подобным геймплеем на сезоне на ПТРе, но только немножко переработанную сторону стойкости, конечно же, некоторые закрывали, по-моему, 75-й или 78-й великий портал, имея 800-й парагон. Так что если данный геймплей нравится, то, в принципе, им можно поиграть, ну, не на топовом уровне, но, в принципе, попытаться довольно-таки высоко забраться. Также помогать нам выживать будут наши собаки. То есть они будут получать 10% урона. Ну это все, что касается стойкости, а теперь давайте разберемся, как вообще будем наносить урон. Основной наш урон мы будем наносить с помощью нашего умения «Призрачный шквал». Мы прожимаем умение шквал единожды и начинаем двигаться по карте. Как только видим противников, сразу начинаем его настакивать, чтобы получилось 3 фантазма. Как только появляется 3 фантазма, мы моментально получаем баф на 150% увеличение урона от «Призрачного шквала». Ну и, в принципе, одного-двух попаданий хватит, чтобы убить любой белый трэш. Элитный пак можно убить с 2-3 попаданий. Если даже с одного или двух ударов вас не получится уничтожить противника, то вам, в принципе, будет неплохо помогать наши громадни. У нас все имеется, чтобы бафать урон громадни, так что он по-прежнему будет наносить довольно-таки неплохой урон. И не просто неплохой, а довольно-таки сильный урон. Потому что у вас полноценный собран пятовод. Но только без таскеров, допустим, перчаточек, или без кольца собрания стихий. Но зато у нас имеется сет, точнее 2 предмета из сета «Асклозуба». То есть нам в этом плане шквала не помогает, но зато нам помогают наши 3 умения. Такие, как наши громадни, наши собаки, а также пираньки. То есть как только одно из этих 3 умений, или каждое из этих 3 умений поражает противников, сразу появляется некроз. И вот по действиям этого некроза противники будут получать на 20% больше урона. Также бафать урон нам будут пираньки. Во-первых, они будут стягивать противников в одну точку, а кусая при этом их, эти рыбки будут нам поднимать урон на 15% по этим противникам, кого они будут кусать. Желательно во время боя находиться в самой гуще событий. Чтобы полноценно работала пассивочка на несправедливая смерть, и побыстрее откатывались все ваши умения, как та же пирань, как та же поступь духа, как тот же ужас. Потому что на первых стадиях у противника к фиру не выработается иммунитет, и вам хватит этих двух фаз, чтобы полноценно его станет. А за эти 2 фазы вы его спокойненько уничтожите. Что касается, конечно же, фаз странов. То есть в толпе противников эти 2 умения, как пираньки, так же и ужас, будут очень быстренько откатываться. Поэтому вы их в откат, конечно же, и прожимаете. Напоминаю, что у нас находится в кубе Ингиом. Этот Ингиом будет быстрее тоже откатывать наше умение после смерти элитного противника. Что касается синих паков, то это в принципе все понятно. То есть вы их убиваете, и Ингиом запускается. Что касается зеленых паков, ой, зеленых-желтых паков, это значит, что вы должны убить не только желтый пак, но и его миньонов. Если хоть один миньон останется, то Ингиом не запустится, и вы попросту просядете по скорости. Именно скорости, потому что на скорости заточен данный билд. Чем быстрее вы будете пробегать все великие порталы или неполемские порталы, тем эффективнее этот колдун будет работать. Так что за этим моментом следите, и тогда никаких проблем с быстрым перемещением у вас не будет. Элитных паков будет встречаться довольно-таки неплохое количество, к тому же у нас есть еще наруч и возмездие. То есть как только мы будем активировать спилон, сразу будет призываться элитных противник, мы его уничтожаем, Ингиом запускается, мы опять бежим. Бегать желательно от пака до пака, но трэша свое время тратить не надо, только если это какая-то неогромная толпа. Потому что если баф от Ингиом пропадает, то наша поступь духа будет довольно-таки долго откатываться. Ну конечно не очень долго, но это время мы будем очень медленно перемещаться. Так что я предлагаю бегать именно от пака до пака. Чтобы эти нефалемские порталы, как и великие порталы, бегать по 3, ну максимум 4 минуты, а не по 6 и по 7. Чтобы мы могли быстренько получать ключи, быстренько апать самоцветы, ну и не тратить свое драгоценное время. Но на боссе все будет происходить предельно быстро. То есть как только появляется босс, будут сразу работать наши питомцы. Я даже не знаю, кто быстрее убьет босса, или наши питомцы, или наш квал. Ну в общем, в дуэте эти два умения с этим боссом быстренько разберутся. А вы получите свои заветные ключи для великого портала, ну или же апните самоцветы, если вы при этом бежали в великий портал. В общем, такой у нас получается довольно-таки быстренький и шустренький колдун. Но на этом моменте я свое видео буду заканчивать, и я надеюсь, оно было для вас полезным. Если вы, допустим, искали колдуна для замены бешеной курицы, то у вас как раз-таки в патче 2.5.0 появляется такая идеальная возможность. Потому что такого пока на официальном сервере еще никто не видел. Так как бородаврей с патча 2.4.3 до нас еще полноценно не добрался. Точнее не полноценно, он вообще не добрался. Но здесь нет никаких предпосылок, чтобы его нерфить. Так что этот геймплей, я думаю, даже не думаю, уверен 100% будет на официальной версии. Так что я с вами прощаюсь и желаю всем удачи. Не фалимы. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.